Время новостей 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 их домом по улице Фурманово находится заброшенный участок с небольшой постройкой. Такое соседство женщин не устраивает из-за того, что высокая сухая трава в жару создает пожароопасную ситуацию. Подробности в сюжете Регины Мусиной. Фурманово 21. Заброшенный участок с выгревшей на нем постройкой. Эта территория уже давно стала источником тревог для соседей. Они рассказали, что в этом здании какое-то время жили бомжи, до тех пор, пока не спалили дом. Затем кто-то приноровился выбрасывать сюда отходы. И территория начала превращаться в свалку. Соседи этого не допустили. Стали гонять тех, кто здесь мусорит и сами постепенно расчищают этот участок. Но, пожалуй, самая страшная беда для жителей ближайших домов – это высокая вероятность возникновения пожара. В жару трава высыхает, и это место становится пожароопасным. Сейчас еще трава зеленая, еще не так страшно. А вот потом она начинает сохнуть. Идут молодежь с окурки, бросают спичку, закурил, бросил. Вспыхнет, весь порядок сгорит, мы тут погорим вообще. Решить эту проблему жильцы никак не могут. Дело в том, что этот участок не бесхозный, у него есть владельцы. Однако, найти на них управу ни у соседей, ни у должностных органов не вышло. Обращались в администрацию, нам приехали и сказали, вот что случится, тогда вы подадите в суд, и вам по суду уплотят. Плотят. А так они ничего сделать не могут? Нет. Чтобы хоть как-то заставить владельцев земли убрать траву с участка, соседям каждый год приходится обращаться в МЧС. МЧС заставили полоть. Ну вот дедушка полол, и молодые люди. В прошлом и позапрошлом. Об этом еще мы не звонили, мы к вам обратились. С проблемой этих горожан мы обратились к начальнику Ахтубинского РОВД Сергею Боброву, который пообещал принять все необходимые меры. Он же нам объяснил, что не важно, есть ли у участка хозяева или нет. Если соседям что-то доставляет неудобства, то они могут обратиться с заявлением к участковому. Он обязан предпринять соответствующие меры. Если этого не случилось, смело пишите письмо на имя начальника РОВД. Еще одна структура, которая обязана вмешаться в решение проблем с нерадивыми хозяевами, это городская администрация. Туда тоже следует обращаться письменно. Если реакции не последуют, то подавайте жалобу в прокуратуру. Интернет пестрит сообщениями о нарушениях во время проведения единого государственного экзамена по русскому языку. Так, в Белгородской области школьников удалили с экзамена за использование сотовых телефонов. В Ахтубинских школах разъяснительная работа, связанная с процедурой проведения ЕГЭ, велась задолго до самого мероприятия и старались педагоги недаром. 27 мая прошел первый обязательный экзамен по русскому языку. Выпускники всех образовательных учреждений Ахтубинского района сдавали на базе трех пунктов. Это шестая школа, гимназия номер один и школа номер два. В результате проведения экзамена не было выявлено ни одного нарушения. Ребята не подавали ни одной апелляции на проведение единого государственного экзамена, что нас очень радует. И хотелось бы пожелать, чтобы ребята не расслаблялись и в таком же ритме, в таком же темпе, в такой же ответственности сдавали и остальные экзамены. Необходимо отметить, что успешно были сданы без замечаний документы в Центр мониторинга, в отдел образования при министерстве. И теперь осталось только ждать результатов ЭГЭ, которые должны быть в течение 10 дней. У выпускников школ началась горячая пора государственных экзаменов. Чтобы не отставать от своих старших однокашников, в канун аттестационных испытаний второклассники из школы номер 6 устроили свои состязания в интеллектуальной игре «Умники и умницы». Несмотря на то, что уроки истории еще не входят в программу второго класса, тему ребята выбрали историческую, посвященную Дню Победы. Мероприятие проходило в Ахтубинском архиве, а за ходом игры в соревнования следил уважаемый Ариапак и наш корреспондент Любовь Емельянова. Согласно сценарию, здесь все происходило, как на настоящем интеллектуальном марафоне. Тему для второклассников средней школы номер 6 выбрали историческую. Ребятам предстояло блеснуть знаниями о Великой Отечественной войне. Вахтой памяти назвали эту игру организатора мероприятия из Ахтубинского районного архива. Ведь где, как не здесь, хранится документальная память о событиях того тяжелого времени. Есть и письма, есть у нас очень много подшивка газет. Мы ее сохранили в архиве. И это самое подлинное, подлинное то, что писалось в этой газете. Минутой молчания юные ахтубинцы почтили память о жертвах Второй мировой войны. Своими впечатлениями о пережитом с ребятами поделилась ветеран тыла, почетный гражданин района Антонина Луцкова. Мы очень дорожили дружбой. Делились последним кусочком, что у нас было у каждого. Мы могли поделиться этой каплей. То есть это вот все надо пронести через всю свою жизнь. Как член судейского ариапага Антонина Александровна пожелала участникам игры успеха и состязание началось. На красной, желтой и зеленой дорожках главные претенденты на звание умника или умницы. Алексей Харьков, Александра Малахова и Ксения Москаленко. Вопросы не из простых. Сколько длилась блокада Ленинграда? Что такое дорога жизни? Сколько отечественных войн было в нашей стране? Ребята знали даже фамилии героев, которые водрузили знамя победы над Рейхстагом. Без помощи одноклассников, конечно, не обошлось. И когда наступило время викторины для самих теоретиков, тут просто был лес рук. Каждому хотелось дать правильный ответ и получить заветный орден. Два ордена теоретиков заработал самый маленький зритель, выпускник шестого детского сада Ваня Рыбин. Он пришел сюда вместе с мамой Ольгой Рыбиной, она директор архива, чтобы рассказать стихотворение. А оказался в числе умников. Неплохая заявка к первому классу. Не только стихи, но и песни звучали на игре. Ребята отгадывали, какой саундтрек соответствует той или иной песни военных лет. Спели все вместе и песню про День Победы. Конечно, не все вопросы второклашки щелкали, как орехи. Где-то затруднялись с ответом, где-то уповали на помощь старших. Но главное, ребята показали, что даже без уроков истории по программе, историю своей страны знать можно и нужно в любом возрасте. Чтобы помнить цену куска черного хлеба блокадного Ленинграда, чтобы любить свою страну и чувствовать себя единым целым со всем Отечеством. Патриотическое воспитание его никто и никогда не отменял. Оно было, есть и будет. Конечно, современные дети, они не настолько знакомы с историей, с историей Великой Отечественной войны. Но если проводить такие мероприятия не только в рамках школы, но если нам будут помогать и другие организации, я думаю, что из наших детей можно воспитать настоящих патриотов. Игра закончилась. Победителем назван Алексей Харьков. Среди призов дипломы, почетные грамоты, сладкое угощение, но вкус ломтика черного хлеба, того, как во время блокады Ленинграда запомнится ребятам надолго. Я даже не представляю, как мало хлеба ели дети в такое время. Очень вкусно. В августе Всероссийскому обществу инвалидов исполнится 25 лет, а в декабре юбилеет празднует районная организация, которая в своих рядах сегодня объединяет более 700 человек с ограниченными физическими возможностями. Помогает им защищать свои права и интересы, обеспечивает возможность участия во всех сферах жизни общества. Ахтубинские инвалиды – активные участники творческих выставок, шахматно-шашечных турниров и других мероприятий. О праздничной встрече и о жизни членов районного общества расскажет Татьяна Фомина. Мероприятие проходило в форме чаепития и в атмосфере торжества. Недавно вся наша страна отметила Великий праздник – День Победы. А в середине августа Российское общество инвалидов отпразднует 25-летие со дня своего основания. В нашей стране 13 миллионов инвалидов, то есть лиц с ограниченными физическими возможностями. В нашем районе их 2900. Кроме того, имеется 200 и больше 500 человек детей инвалидов. Председателем районного общества инвалидов Валентина Склярова является последние 6 лет. Вместе со своим заместителем Александрой Решетицкой они работают на общественных началах. При этом делают все возможное, чтобы ахтубинские инвалиды не были ущемлены в своих правах и имели возможность участия во всех сферах жизни общества. Наша организация численно 742 инвалида со всего района. Текущей задачей решаем все инвалиды и оказываем помощь, юридическую помощь. Затем мы помогаем, кто опекунами является, детей инвалидов, особенно серебряных паровичек. С молодыми инвалидами мы проводим 3 раза в год шахматно-шашечные турниры. Рассказывая о деятельности местной организации, Александра Ильинична заострила внимание на проблемах, которые людям с ограниченными физическими возможностями доставляют массу неудобств. Так, посадочные площадки на автобусных остановках не продуманы для пользования инвалидами. Да и пандусы оставляют желать лучшего. Пандусы, да, вот я хожу сколько, да, и единственное, вот в суде и в налоговой сделано как надо. Вот смотришь, в аптеке в этой, в нашей, центральной, даже там и нет пандуса. И ступеньки высочайшие, ну неужели нельзя сделать? Добрые слова в адрес инвалидов-общественников звучали от участников ветеранского движения и представителей депутатского корпуса. Мы еще раз вас со всеми праздниками, в первую очередь, оптимизма и всем здоровья. Дальнейших таких вот дружественных встреч, которые сплачивают нас. В зале звучало много музыки. Сначала выступили учащиеся районы детской школы искусств. Юные гитаристки, воспитанницы Аллы Харина исполнили несколько произведений. А затем баянист Александр Бахарев и балалайшник Анатолий Белогоров завели зал русскими народными песнями. Анатолий Белогоров – член общества инвалидов, в котором, кстати, немало талантливых людей. Кто-то пишет стихи, кто-то занимается рукоделием. «При желании любому можно стать мастером или мастерицей», – говорила руководитель клуба «Астра» Любовь Рудикова. На этот вечер она пришла с ученицей Еленой Семеновой. Демонстрируя свои лучшие работы, они приглашали всех желающих в творческое объединение, которое функционирует на базе комплексного центра социального обслуживания населения. Там же можно записаться и в другие кружки и клубы по интересам. В Ахтубинском районе прошел первый творческий фестиваль «Степной тюльпан-багдо», в котором приняли участие преподаватели и студенты художественного училища, учащиеся художественной школой и районной школы искусств, сотрудники историко-краеведческого музея, а также художники и экологи из Волгограда и Новороссийска. К этому знаменательному событию, а по-другому первый творческий фестиваль «Степной тюльпан-багдо» не назовешь, организаторы готовились долго и основательно, ведь замахнулись пригласить гостей художников, музыкантов, фотографов со многих городов России. И представьте, приехали из Астрахани, Волгограда, Новороссийска и даже из Москвы. На «Багдо» третий раз. Гостей, как и подобает, встретили хлебом с улью. А после знакомства друг с другом, заместитель директора «Богдинско-Баскунчакского заповедника» Ольга Щербакова повела всех к заветной цели на Большое Багдо. Следует отметить, о самой высокой достопримечательности нашего Ахтубинского района в учебниках в советское время было сказано, гора Багдо образовалась в результате разлома земной коры. Называлась ее высота, окружность и так далее. А о том, что кроме физических хвост, Багдо обладает высокими духовными, ни слова. Сейчас же сюда, не только для того, чтобы сфотографироваться и посмотреть с высоты на озеро Баскунчак, степные просторы, приезжают ежедневно сотни людей с разных городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы из Алисты приехали сегодня рано утром, чтобы поднести подношение хозяина данной местности, горы Багдо. Здесь мы получаем огромную релаксацию. Мы считаем, в Калмыкии, что на Багдо горе обитает наш Цаанава. Хозяин вселенной. Виктор Калинчев, ахтубинский поэт, музыкант и исполнитель собственных песен, признался, на Багдо поднялся впервые. Мне кажется, каждый ахтубинец должен хотя бы раз побывать здесь и полюбоваться красотами нашей степи. Три дня художники-музыканты находились в гостях у горы Багдо. Чудес за это время произошло немало. К примеру, никто не слышал никогда, как поет Марина Демина, заместитель директора художественной школы. И она не знала, что пить может. А тут, у подножия Багдо, у нее открылись вокальные данные. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобою. 29 апреля в концертно-выставочном зале Муза состоялось торжественное закрытие фестиваля. К этому мероприятию художники и фотографы подготовили работы, выполненные за дни, проведенные в творческой командировке. Юлия Привалова, заместитель главы администрации Ахтубинского района по социальной политике, тепло поздравила участников фестиваля, вручила благодарственные письма, ценные подарки. Действительно, у нас очень уникальное место, связано очень много с этим местом легенд, красивых легенд, сказочных легенд. Поэтому, можно сказать, что наша задуманная идея получилась. Ну и, конечно, со стороны администрации мы благодарим за то, что мы посетили наш край. Мы очень гостеприимны и всегда рады встретить гостей. Поблагодарил Ахтубинцев за организацию фестиваля Владимир Шолох, член Союза художников России. Спасибо вам за, как сказать, земля, которая наша, родная земля, за солнце, которое мы здесь видели, за спасибо огромное за вот это вот проведенное время, чудо, которое здесь произошло. То есть, гора Богдо – это святое место, мне так кажется. И на сегодня это все новости. А в четверг, 30 мая, на нашем канале прямой эфир по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Своё участие в программе уже подтвердили представители городской и районной администрации, а также управляющие компанией «Центр». Вопросы принимаются по телефону 3-62-75. Смотрите Ахтубинское телевидение. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова